Участницы конкурса Image 2013 вышли на финишную прямую, наконец-то. Сейчас они усиленно репетируют, занимаются хореографией и дефиле. График занятий очень плотный, но даже в нем приходится, находится место творческим заданиям. Одном из последних моделей декорировали холщовые сумки, альтернативу пластиковым пакетам. Мероприятие приурочили ко дню экологических знаний. Мне отпечаталось, в случае, мне сделано и аккуратно, чтобы он пачкал. И аккуратно. Мне вот эта идея с экологией очень нравится, и по душе, что я всегда за, только за экологией, чтобы у нас была чистая природа, и вот против этих салфанов пакетов я сама хожу. Ну, у меня много таких бумажных, я больше люблю ходить с бумажными или с такими пакетами, чем с салфанами. Они красивее выглядят. И вот что интересно, каждая женщина, безусловно, красивая, однако же стандарты красоты везде разные. В Испании, например, это фигуристая стройная дама, одета в яркие пестрые платья, подчеркивающие пышную грудь. Француженка – это женщина-загадка, покоряющая своей элегантностью. Английский талон красоты, аристократичная, особо, с изысканными манерами. Сумминет, это же английская королева, да? Николький мон, да. У нас разные с тобой, видимо, идеалы, ну ладно. А какие красоты выбирают жюри конкурса «Имидж-2013»? Это мы узнаем у нашего гостя, директора модального агентства «Имидж» Анны Гайсиной. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот расскажите мне, пожалуйста, в прошлом году «Имидж» представлял собой некую школу, да? Там были у них учителя, значит, там классный руководитель, насколько я помню. В этом году это театр моды. Вот слово «театр», оно же подразумевает, ну, больше, да, чем просто красивое дефиле. Вот чему учат модели еще помимо красивой походки? Ну, хочу сказать, что изначально, когда мы задумывали концепцию «театр моды», мы подразумевали то, что когда модель выходит на подиум, она перепоплощается. И вот это умение перевоплощаться нам хотелось научить девочек наших. Девочкам преподавали актерское мастерство, сценическую речь. Было много различных мастер-классов по этикету, например, даже, ну, просто потому, как любая девушка должна себя подавать в обществе. Вот помимо каких-то непосредственно для умений и навыков модельных, да, вот это непосредственно было, ну, еще и дополнительно просто для того, чтобы девушки были самими собой, самими красивыми и настоящими. Мне кажется, это очень важно, так как у меня была модель на прошлое, это очень-очень важно. Вот, знаете, у меня сразу возникает такой вопрос. Даже песня с вами нравится «Летящая походка, она вышла из мая». Вот, ну, все-таки походка – это одно. Вот какими еще можно женщине показать свое изящество? Вот с чем? Вот походка. Вот она красиво идет. Может быть, как-то лицом, да. Какой-то взгляд, да, игра. Вот это именно актерское. Что еще можно? Это взгляд, это энергетика, Таня. Это вы учили, и нашим девочкам мастер-класс преподавали. Мы тоже всегда им об этом говорим. И, естественно, еще немаловажно это умение ухаживать за собой. Мы тоже всегда говорим, что это очень важно, умение подавать в себя. Вот я вспоминаю школу, когда мы учились, да и вы, наверное, тоже помните, да, мы очень часто говорили, что мне эта физика, она мне не пригодится абсолютно в жизни. Вот занятия, которые с девочками проводятся, как вы считаете, они вообще нужны им? Хочу вам честно сказать, что… Даже не так не нужны, пригодятся ли. Вот девочки сейчас уже, они чувствуют, понимают, что приближаются к логическому завершению, к финалу конкурса. И они говорят уже сейчас, что мы так будем скучать, без этих занятий, без интересных дней, интересных людей. То есть вот за все вот эти почти пять недель мы дали, на мой взгляд, очень многое. И девочки это подтверждают. Я думаю, что всю свою жизнь они будут помнить об этих днях. Вот я с моей какой-то такой скупой мужской стороны всегда думал, что вот конкурс красоты, а имидж это же конкурс красоты, все, да, позиционирует себя, и побеждает просто самое красивое. Вот оно то, что самое красивое. Раз и приспал, пожалуйста, корону тебе. Это так или нет? Ну, в общем, как мы уже выше говорили, да, очень важно, чтобы у девочки была положительная какая-то энергетика, чтобы вот она умела без слов работать со зрителями. Это чувствуется. А что касается нынешних стандартов красоты, как и кальвы они? Это длинные волосы, это может быть действительно пышная грузь, тонкая талия. Какие они сейчас каноны? Как отбираются у нас вот в модели, в конкурсе, и как будет выигрывать победительница? У нас, конечно, условия для участниц, это одни, да, это, естественно, рост и, естественно, параметры, приближенные к идеальным. Конечно, мы ориентируемся на те параметры, это 90, 60, 90. Вы знаете, мне хотелось бы сразу задать вопрос. Вот раньше, например, я участвовала в конкурсе в 2007 году, вот до 2007 года определялась именно какая-то, вот именно красота, вот для участия различных конкурсов. Сейчас же с 2007-го пошла тенденция именно на модельную. Вот сейчас жюри на что будут ориентироваться? Все-таки на модельную карьеру в дальнейшем, либо все-таки на представление на мисс России, на мисс Вселенной, на мисс Миров? Вот сегодня у нас такая очень важная задача, как-то это совместить, да? Чтобы и там, и там, да? Да. Ну, хочу сказать и открою, может быть, такую большую тайну, да, сегодня для вас, что в планах есть разделить эти конкурсы, сделать конкурс один модельный, а другой именно конкурс красоты. И вот там, думаю, что уже на конкурсе красоты не будет таких жестких требований, по крайней мере, там, по росту и возрасту, например, как сейчас у нас. Ну да, действительно, потому что если девушку надо будет продвигать, то она должна быть, нужно выбирать либо конкурс, либо уже модельная сама карьера. Вот у вас как у знатока красоты, да и прежде всего, как у красивой женщины, я хочу спросить, вот лет 200, да, женщины выглядели определенным образом, и красота женщины определялась, но она по каким-то определенным параметрам, так же, как про другие страны, да, мы опять же говорили. На вашу, по вашему мнению, как сейчас выглядит красивая женщина? Вот какая она сейчас, стандарт красоты сейчас? На ваш взгляд, какая. Она должна быть какая-то в теле, или, наоборот, стройная? Ну, я бы, наверное, вот только по комплекции не судила, да, но хочу сказать, что красота женщины, где-то женщина должна быть скромной, она должна быть умной и умела пользоваться этим. Женщина должна ухаживать за собой, опять же, уметь себе подавать. Вот, наверное, вот в этом красота. Вот буквально парочка вопросов еще, и уже отпустим. Отпустим уже. Главный приз, потому что мне это очень интересно. Какой главный приз на имидж 2013? Ну, девочки борются за титул Miss Image 2013. Скажи. Вместе с титулом девочка получит контракт с модельным агентством Image на целый год. Ну, и это обеспечено работой. Ну, и получит, наверное, какие-то призы от спонсоров. Да, у нас очень много партнеров, партнеры подготовили подарки. И вот, в общем, мы думаем, что скоро уже узнаем, кто что получит. Ну, и, соответственно, когда состоится финал, чтобы все туда пришли? Финал состоится завтра, 20 апреля, в 19.00 в Тюменском драматическом театре. Хочу сказать, что билетов осталось совсем мало. Вот я сегодня утром посмотрела, а по нашим данным от кассы драматического театра осталось 43 билета. Да вы что? Да, все раскуплено, в общем-то, уже. А можно подтвердить информацию? Дело в том, что я вчера в социальных сетях, как ВКонтакте, увидела такую информацию, что, в принципе, можно посмотреть в прямом эфире. То есть телетрансляция будет, да? Да, будет телетрансляция. По какому можно посмотреть? Это будет трансляция на... В интернете? В интернете, да, на сайте мойпортал.ру О, отлично. Анна, спасибо вам большое, мы желаем вам хорошего дня, ну и спасибо за интересную беседу о стандарте красоты. Я лично понял. А я знала. А ты знала. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Друзья, мы продолжаем. И, конечно же, участницам хочется пожелать удачи на финале, чтобы все у вас прошло хорошо, потому что я очень переживаю, когда отойдут модели, я думаю, как бы они там не споткнулись, не упали. И помнить о том, что, коли это театр моды, то тут очень важно, как говорят великие, актерское обаяние еще.